Радио Болтком Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева. И с нами на связи Ольга Полевикова. Здравствуйте, Ольга. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Женя. Очень радостно вас слышать и видеть даже. Мне тоже очень. Ольга – директор, руководитель Русского драматического театра Литвы. Театр находится в Вильнюсе. У него большая и интересная история. И, Ольга, вы стали руководить этим театром несколько лет назад. Да, два с половиной года назад. Два с половиной года назад вы стали директором. Скажите, пожалуйста, это же, наверное, было для вас такое необычное предложение. Вы закончили актерский факультет. Вы были актрисой или никогда не работали? Работали же актрисы. Нет, нет, да. Я была актрисой, но это не было предложение. В Литве нет такого правила и такой традиции с некоторых пор, конечно, предлагать и назначать. Каждый желающий, понимающий, что он может занять эту должность пишет свою программу, предлагает ее на конкурсе в Министерстве культуры. Ну и в результате проходит или не проходит этот конкурс. Вот я прошла. И это... Вы сейчас напомнили про то, что я на самом деле уже успела забыть. Ну так вспомним вместе. Удивительно, удивительно, да. Скажите, а у вас актерская судьба, она была длинной, короткой? Вы из актрис стали руководителем. Или у вас был какой-то опыт между вашим образованием, работой какой-то первой и этим приходом, выходом в конкурс? Нет, конечно, был большой опыт между тем, как я оставила сцену, оставила театр и стала руководителем театра. Был большой очень промежуток, где-то 7 лет, наверное, а может быть чуть меньше, сейчас уже путаюсь в датах, это неважно. Я перестала играть на сцене, таково было мое решение по стечению обстоятельств. Но я преподавала речь, очень углубилась в эту тему, очень полюбила. И иногда даже говорила, что, может быть, я и актриса. Это стало только потому, что не знала, что есть такая смежная профессия педагог-сценической речи. Потом я организовала свою школу, которая традиционно называется школа ораторского искусства, хотя в основном мы говорили о голосе, о познании себя через голос, обретении навыков через голос. То есть такая новая дорожка к тому, чтобы научиться завоевывать аудиторию. И так как в течение этой работы, в течение организации функционала школы и управления этой школой, мне пришлось научиться тем вещам, которым, будучи актрисой, я, конечно, я лично, потому что я никогда бы этому не научилась. Ни финансово, ни организационно, по-литовски это называется, водибо, управление. Я всему этому училась параллельно, я попала в клуб, наблюдая, как работают руководители, что нужно знать, что нужно уметь. А так как мне необходимо было этому научиться, чтобы я просто не пропала со своей школой, так получилось, что я каким-то образом, совершенно не мете, не планируя и, честно говоря, не мечтая, однажды поняла, что у меня достаточно компетенции для того, чтобы я могла участвовать в этом конкурсе. Опять же, участвовала, но сказать, что я была очень уверена и... А нет, такого не было. Ну, то есть вы рискнули подать документы в театр, в который вы могли попасть и работать, или вы работали в нем как актриса какое-то время назад? Я работала в нем как актриса. То есть вы знали театр, вы знали людей, которые в нем работают, вы знали ситуацию, в которую вы идете, вы написали программу. Да, да. Вы написали художественную менеджерскую программу, подали ее на конкурс и были назначены два с половиной года назад. Да, ну, примерно так. Там были несколько этапов, но в результате, да, в результате... Не жалеете сейчас? Какой хороший вопрос. Что он многослойный? Нет, не жалею, но даже предполагая вообще, куда я иду, и во что я ввязываюсь, и что это такое меня ждет, даже будучи реалисткой, совсем, конечно, я не могла предвидеть, сколько нужно будет сделать, и до того, что я себе наметила, до воплощения художественной программы, до какого-то такого прыжка в росте, в доходе театра, но нужно было проложить дополнительную работу, нулевку перед первым классом. Это было очень неожиданно, и я предполагала, что в плане организации, бюджетной организации, в плане менеджмента более продвинутой, но нет. И прежде я думала, ну вот, наверное, у нас так, у нас так не, не могу сказать, неорганизовано, чтобы было правильно услышано. Я думала, что вот это наши странности и интересности, но оказалось, нет, действительно, бюджетная организация, государственная организация, в ней очень много рычагов предохранительных, которые вот так взял и решил, сделал и поехали, невозможен. И прежде перестроиться с того ритма, который я за день успевала сделать. Много-много задач, просто много, колоссально. Я параллельно вела занятия и всегда преподавала в одном университете, в другом университете параллельно. Но мне нужно было переделать какую-то тучу дел, и результаты приходили довольно быстро. В театре всё по-другому, и это была ломка вначале. Ты понимаешь, что процесс может длиться не месяц, не два, не три. Немножко пробуксовывает, да? Пробуксовывает чуть-чуть. И это было очень сложно принять. Но сейчас я понимаю, что это общая задача, общегосударственная задача. А что делать с бюрократией? А от чего она рождает, эта бюрократия? Кто-то наверняка знает ответ на этот вопрос, а я всё равно продолжаю риторически его называть. Ну что решает бюрократия? Она как бы должна нас охранить, уберечь от какого-то ошибок и некачество выполняемой работы, но на самом деле выполняет ли она эту главную функцию. Да-да-да, это очень сложный вопрос. Это большая беда. И мы привыкаем, так сказать, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но у нас есть время вот только подумать, месяц можем думать. На самом деле жизнь течёт так быстро, так хочется много сделать, в театре успеть. Ведь в Литве, наверное, так же, как и в Латвии, руководители приходят на терминированные договоры с организацией, с Министерством культуры. И ты понимаешь, что у тебя есть столько-то времени ограниченное, и надо много сделать, очень много надо сделать. Может быть, будет вторая команда, а может быть, её не будет. Это совсем другой вопрос. А сейчас у тебя вот от точки А до точки Б нужно дойти, а тут целый год карантина. Да, вот я хотела сказать. Я хотела сказать, что вы только, в общем, начали осваиваться и понимать, как работает этот механизм, как им руководить, как вдруг вот это всё остановилось, потому что остановилось всё. Ольга, я хотела у вас вот что спросить. Вы же пришли в театр, который имел действительно большую и серьёзную историю. Вот тут недавно все вспоминали Романа Григорьевича Виктюка, который очень много сделал в вашем театре. Потом был долгий период, когда Йонас Вайткус руководил театром. Да. Длительный период. Потом был какой-то период, я так понимаю, безвремени, и после которого вы возглавили театр. Да? Так примерно. Нет, я пришла сразу после Вайткуса. Там был какой-то период, он перестал руководить театром, был обозначен конкурс, он затянулся некоторое время, и потом пришла я. И мы даже работали некоторое время вместе, некоторое время с Йонасом. Поэтому такой безвремени практически не было. Он оставался в театре и... Да, ну я имею в виду, что был какой-то период, когда театр понимал, что будут изменения. Я хотела у вас спросить, вот за это время сколько новых спектаклей уже под вашим руководством вышло, и мы можем что-то обсудить, потому что что-то видела я тоже у вас, чем-то вы, наверное, гордитесь, что-то появилось как эксперимент и исчезло, и вообще вот как вы, оглядываясь назад, думаете, что вы успели за это время, и потом мы поговорим, что у вас впереди. Знаете, мне как раз сама недавно для себя подводила такие итоги, потому что ощущение, что мы забуксовали, и ничего не происходит. А что было сделано? Ну, не правда, что ничего не было сделано, не только у нас, но в принципе. Просто этот год очень серьезную подножку всем подставил, и можно заблудиться уже и в себе, и в процессах. Я пришла руководить театром, когда на выходе был русский роман, и я продолжаю говорить, что я в меньшей степени была причастна на самом финале, какие-то решения, может быть, от меня зависели, конечно, зависели, но задумка и договоренность, и начало репетиции, это было приемность в Иткусе. Оскар Скуршновас поставил в русском театре на русском языке первый раз. Спектакль – это был громадный, конечно, успех, и развернул внимание публики к нам. Это такой был карт-бланш, конечно. Это было очень серьезное обновление, и спектакль получился грандиозный. Я уточню для слушателей, что это пьеса Мариуса Ивашкевича, которую он написал в свое время по заказу Московского театра Маяковского, где специально для актрисы Евгении Симоновой, а потом уже в сотрудничестве с Оскаром Крушуновым ее адаптировал. Я так знаю, что там были дописаны какие-то вещи, там было что-то, да, изменения внесены. И уже Оскар Скуршновас поставил новую версию этой пьесы в вашем театре. Да, да, и очень-очень успешно. Поэтому вход такой у меня был очень интенсивный, очень интенсивный, и это было здорово. После этого уже начались совсем быстро мной инициированные работы, за чем я очень горжусь, даже не постесняю, так что я очень рада, что вот так мы придумали, так сделали без подсказок, без указок, без рекомендаций. Уже следующим летом мы поставили спектакль для диваня. Тадос Монтримас был режиссером этого спектакля, и вся прелесть этого спектакля в том, что он проходит не в стенах театра, мы показываем его в музее Александра Сергеевича Пушкина в Вильнюсе в Маркучай. И это инерсивный спектакль. Зрители переходят из комнаты в комнату, и они как пазл складывают, не знаю, мне кажется, в пеленок всем известную историю, и вдруг видят ее новыми глазами, как бы проникая прямо в мир, прямо в ткань спектакля. Я думала, что это должно получиться хорошо, но это получилось даже лучше, чем я предполагала, и спектакль получил «Золотой крест», это одна из значимых театральных наград в Литве. Мы получили в прошлом году награду за этот спектакль, и это было очень радостно, и очень новое, и очень свежо. Потом я принялась очень быстро за обновление детского репертуара. И, конечно, сегодня он был бы уже совсем другим, если бы не пандемия, не этот вырезанный просто год, такой скип произошел. Мы поставили «Муху» в прошлом году, а в этом году у нас выйдет второй детский спектакль, «Мой папа птиц», потому что детский репертуар вообще такой постоянный в поле зрения моего. Я смотрю, что происходит среди детских книг, постановок, новых веней и тенденций, ничего нового не скажу, потому что понимаю, как и все понимают, что те детки, которые полюбят наш театр, и театр в принципе сегодня, через 10 лет придут к нам взрослыми зрителями, или не придут к нам взрослыми зрителями. Наша задача, чтобы пришли и хотели проживать с нами. То есть вы думаете о будущем театра, закладывая сейчас это через новые спектакли? Конечно, как и любой руководитель. И вот я еще, наверное, одну работу вспомню, которой тоже очень горжусь. Горжусь по многим параметрам. Это постановка Юна Савыткуса по Маяковскому. Называется «Тринадцатый апостол» спектакль. Очень горжусь, потому что у Йонаса, в то время, когда он был руководителем театра, был один план одной постановки, и я убедила его изменить свое решение и принять мой предлагаемый материал Маяковского. Мне показалось, что и Йонас Вейткус, и Владимир Маяковский – это какая-то очень правильная связь. И ура, мы все вместе угадали. И я очень благодарна Йонасу, что он поддержал, представляя, что нелегко, наверное, далось внутреннее вот эта перестройка с одного плана на другой план. Спектакль – это не по щелчку, ты раз и решишь. А, ну хорошо, не это так вот это. И все-таки спектакль получился отличный, и многие критики, очень значимые критики внутри страны и критики Европы говорили о том, что Йонас Вейткус в этом спектакле раскрылся заново. Это новый толчок в его творчестве. Это очень приятно. Я просто счастлива. То есть вы выступили как креативный продюсер, да? Ну, конечно, если вы придумали идею. Нет, на самом деле нет. Я подкинула идею. Дальше я не настаивала бы и не ломала. Все-таки мой способ взаимоотношений с художниками и с театром, в принципе, он такой не авторитарный. Мы говорим. Он меня услышал, я очень рада. Скажите, вы же провели такую небольшую работу, лабораторию, когда у вас были поставлены спектакли по современным пьесам. Да, да, это тоже было. Видите, сколько все происходило. Да, это был проект ССТД. К нам приехали трое. Это поддержка русского театра за рубежом, программы Союза театральных деятелей России, да? То, что вот это вот. Да. Да, и в результате у нас была заложена такая идея. Сделать лабораторию. Я все время говорю, что я за такие решения, которые решают как минимум несколько задач в театре. Я слышала постоянно, и опять же, все мы слышим постоянно, что актеры хотят работать, хотят быть занятыми, хотят оставаться в форме. Как всех занять, а как занять в интересной работе. лаборатория – это такая инъекция творчества здесь и сейчас, пять дней, и в результате должно появиться нечто, что будет уже конструкцией будущего спектакля. И действительно, за пять дней мы сделали три эскиза, и заранее было решено, что эскиз, который получит большее количество зрительских баллов, оценок, мы примем его на постановку. И так и случилось. Лера Суркова оказалась убедителем этого процесса, этой лаборатории. И буквально через полгода, наверное, мы выпустили ее спектакль «Горка», который успели показать до пандемии буквально несколько раз. Все еще осенью, когда мы показали еще раз, это была премьера, и опять будет премьера. Такая растянувшаяся на целый год. Мне кажется, очень хороший спектакль. Они работали в пандемии вместе с литовским сценографом Гедрия Бразити, которая создала уникальный мир, такой метафорический. Все происходит в детском саду, если вы знакомы с этой... Я смотрела, я приезжала к вам на премьеру. Да, она прекрасная, правда, Женя? Да, нет, но там сочетание всех, вся творческая группа очень интересная, конечно. Да, и сценография, которую создала Гедрия, она сразу нас уносит из условного детского сада, и мы попадаем в какой-то сюрреалистический мир, где дальше каждый в своих метафорах, аллегориях узнает свою ситуацию. А какие были еще в этой лаборатории пьесы, вы помните? И кто работал с вами в этой лаборатории еще? Талгат Баталов приезжал к нам, и Филипп Виноградов. Филипп репетировал «Тюремный психолог» на двух девочек, на двух актрис. Это тоже была очень хорошая работа, и мы даже, наверное, ее поставили бы, если бы внутри театра не случились некоторые изменения. А Талгат оставила пьесу «Эстонские хиппи». Да, «Разрушили Советский Союз», он потом поставил ее в центре Мирхольда. Да, да. Он поставил ее в центре Мирхольда сейчас в Москве, и она очень успешно идет. Эта пьеса была написана Дурнинковым для эстонского театра в Велинде, и была премьера там этой пьесы. Она, правда, там была связана с реальными историями людей, их фантазиями. Приезжали на премьеру эти хиппи из 80-х. Им было интересно очень. Ольга. Мы, конечно, будем, я только добавлю, продолжать лаборатории. Опыт многих театров показывает. Это очень хорошее такое взбадривание, такое уже постскриптум, после сезона, когда уже спектакли не показываются. Ну, вот такая встреча всех вместе для того, чтобы почувствовать вот эту вот эйфорию лабораторную. Я хотела у вас вот что спросить. Вот спектакль «Русский роман» занят уже, наверное, не только артисты вашего театра. Там какие-то приходят к вам приглашенные. И вообще я заметила, что в Вильнюсе это... Как будто ты приходишь в театр, видишь актера, которого ты видел в другом театре. А, да, это популярно. И да, и они играют в разных театрах, с разными режиссерами работают, пробуют себя и там, и там, при этом оставаясь актерами, там, не знаю, национального или молодежного, или вашего театра. Но при этом они так переезжают, курсируют. Некоторые играют даже, я так понимаю, в Клайпиде. Некоторые ездят играть в Каунас. Ну, то есть какая-то такая есть свобода в некоторой степени, да, и актерская, и режиссерская тоже. Да. Вот что дает приглашение актеров из других театров в вашей труппе? Что это для вас? Для нашего театра, наверное, эта ситуация несколько иная, чем для всех остальных театров. Нам пополнить труппу актерами гораздо сложнее, чем другим театрам, только потому что курсы русскоязычные набираются очень редко по просьбе театра, как бы по заказу, если правильно сказать, театр. Ну, вот пока не сложилось за два года, но это отдельный разговор. Может быть, мы успеем обсудить новую театральную программу ЕГУ, в которой наш театр принимал очень активное участие. Поэтому, когда приходят актеры, которые говорят по-русски, говорят отлично, и прекрасные мастера, известные, это вносит новое веяние актерам внутри, интересно друг с другом поработать, почувствовать. Но и для зрителя это тоже такая стимуляция. Актеры приводят своего зрителя к нам в театр. Это очень полезная история. Но я вижу и другую крайность такой миграции. Ведь эта миграция не только в Литве, в Вильнюсе происходит, и в московских театрах то же самое. Актеры переходят из одного спектакля в другой спектакль. Но вот если замкнуться только в рамках своей страны, ведь Литва очень небольшая, может сложиться, а иногда и складывается так, что те же самые артисты, тем же самым режиссёром, качают из театра в театр, то есть меняют просто локации, и спектакль принадлежит определенному театру. Да, то есть тут так нужно, так и везде. Нужен баланс, играться, а использовать в правильном ключе такую возможность. Тут очень много плюсов, и это всегда здорово, но вот чтобы только не оступиться и не перебрать. Не потерять, не потерять вот эту ансамблевость, которая даёт возможность репертуарный театр сохранять и развивать. Да, и потом, знаете, я совсем не хочу, очень люблю артистов, которые к нам приходят, очень. Нам действительно повезло, и «Оскар» занял, просто великолепных. Но одна, Нелли Савиченко, она прекрасна. Но вот этот руководитель театра должен включить всю свою бдительность и сознательность, чтобы не стало так, что звёзды приходят и играют, а ансамбль театра, ну такой вот оттеняющий, обслуживающий, я сейчас очень грубо говорю, конечно, даже жёстко, но такова вероятность тоже существует. Хочется своих звёзд вырастить, правда же, Ольга? К тому же они у нас есть. Да. Ну я имею в виду, сделать их больше и больше и дать им больше возможностей. Да, конечно. В нашем театре, опять же, большое счастье, очень сильная труппа. И однозначно есть просто звёзды, без всякого преувеличения. Звёзды не сделанные, не накрученные, а звёзды просто выросшие в этом театре. И Валя Новопольский, и Саша Метальникова, и Вячеслав Лукьянов, и Дима Денисюк. Просто прекрасные, прекрасные, прекрасные артисты, которые распространяют весть о нашем театре по Литве, потому что их тоже приглашают, они играют в других спектаклях. И в Латвии тоже. Очень радостно, что не только мы, да, и в Латвии тоже, благодаря вам. Валю Новопольскому, да. Нет, и Валю Новопольскому, который сыграл в латышском фильме, главную роль в фильме Олег. Да, да. Это ваш артист. Так что вот, говорю сразу нашим слушателям, если вы видели фильм и вам понравился артист, то как только снимут все ограничения, надо ехать в Вильнюс, осмотреть его на театральной сцене. Это с того обязательно стоит посмотреть Валентина на сцене у вас в театре, да? Да, обязательно. Он прекрасный артист. И ансамбль в целом у нас очень хороший. Скажите, у вас же летом, ну вот в этот как бы сложный карантинный период вы все-таки рискнули и пригласили режиссера из Санкт-Петербурга поработать. Да. И дальше... Это было запланировано. Да, и дальше этот план перерос в новости для вашего театра. Вы пригласили на Владимира Горфункеля стать главным режиссером театра. Гурфункеля. Гурфункеля, извините. Стать главным режиссером театра, да? Да. Так и произошло. Там была предыстория и... Такое нелинейное развитие было этого приглашения. Но действительно так и произошло. Владимир Львович стал репетировать один спектакль. Тогда я стала думать о том, может быть, может быть, будет возможно работать вместе и создавать спектакль. Потому что, конечно, моя ответственность в большей степени такая политика театра, организация внутри всех процессов, распространение за пределами театра. Не знаю, ходить, добиваться, искать ресурсы, деньги и так далее, и так далее. Это мое. Должен быть человек, который будет работать каждый день и очень близко, тесно с труппой, как любой другой руководитель отделов, очень тесно работает со своими людьми. У меня в любом случае от каждого работника театра есть определенное расстояние, просто потому что мой фокус находится на других вещах. И это было мне хорошо после ухода Йонаса Виткуса. Я, естественно, понимала, что нужно приглашать человека, нужно смотреть. Ну, знаете, как приглашать человека? Это не просто ты встретил на улице соседа и сказал, а приходи ко мне. Так не бывает, нужно, чтобы сложилось очень много в общем понимании, в общем желании, в общей страсти, не знаю, даже в каких-то профессиональных привычках. Ну, какая-то группа крови должна быть одинаковая, а это нужно подумать об этом, поискать. И поработать вместе в какой-то момент, конечно же. И поработать вместе, да, и столкнуться с проблемами. А карантин перенес столько проблем. Это вот просто как для молодоженов, я говорю, испытание. Так вот, и карантин нам был испытанием, чтобы понять, по дороге вообще или не по дороге. Карантин, конечно, выявил и обострил очень-очень многое. Многое стало понятно. А что нужно? А к чему мы готовы? К чему мы не готовы? И, наверное, карантин повлиял на то, что этот вопрос долго в воздухе не висел. Я понимаю, что театр сегодня в условиях пандемии требует от всех совершенно придумывать что-то новое. Но вот сначала придумывался зум-театр. Уже мы чувствуем, что зум-театра становится мало. Что-то нужно еще делать. Даже в Министерстве культуры в этом году прозвучала такая идея, вот нужно создавать больше цифровых услуг, по-литовски это называется, каких-то предложений цифровых. А каких? А какие это должны быть предложения, чтобы мы все равно оставались театром? И, конечно, должен быть человек, на которого театр можно опереться, дать ему это задание, которое участвовало бы в художественном решении этих задач. Во всех остальных областях я решу, помогу, сделаю, договорюсь, придумаю. Но создавать продукты на сцене должен быть человек, который будет заинтересован, который будет гореть всем этим. Все абсолютно поставленные в такие условия выкручиваться. И абсолютно верно, что все это очень хорошо, когда приходится выкручиваться, приходит что-то новое, и вдруг мы делаем шаг вперед. Но надо тоже откровенно сказать, что вот это выкручивание, даже намеренно используя это слово, уже все подустали от этого. Конечно, хочется... Крутиться устали. Зрителей хочется вот уже больше не выкручиваться, хочется просто по-человечески составить репертуар, знать, что сегодня мы играем это, завтра это, а тогда у нас такая премьера. Просто хочу, вот я сейчас нахожусь в своем кабинете, хочу слышать, как за этой дверью ходят, как скрипят, как скрипит паркет, там гул, хочу этого просто сразу. Как собираются люди в зал, да? Да, да, да. Вот этот гуман, да? Год почти мы не слышали по-человечески вот этого гумана. Хочу вас спросить... Хочу вас спросить о работе, которую вы сделали уже как бы в закрытой ситуации совсем недавно. Это то, что вы пригласили режиссеров и актеров из Беларуси и сделали спектакль, в котором драматурга выступил тоже Мариус Ивашкевичус. Я так понимаю, что это документальное свидетельство того, что происходило летом прошлого года в Минске и в других городах. Расскажите немножко об этом. У нас еще немножечко времени, но мне кажется, это очень важно. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что этот спектакль можно посмотреть в это воскресенье на платформе Берлинского фестиваля. Сейчас, потому что так внезапно заговорила об этом, может быть, мы найдем способ как вашим слушателям донести информацию, на какой платформе будет показываться спектакль, и он обязательно будет показываться на канале Ютуб нашего театра. Вот. Значит, на канале Ютуба нашего театра можно воскресенье. 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 В нашем времени. У нас с Латвии одинаковое время. Да. 16.30. И это стоит посмотреть, потому что спектакль получился однозначно. Мы очень волновались, переживали, было очень много неизвестного, как привезти артистов, как организовать работу, когда все закрывалось, закрывалось. Мы просто каждый раз в последний вагон последнего поезда успевали попасть. А родилась эта идея очень спонтанно. Очень спонтанно. Это просто был отклик глубинный на то, что происходит. Хотелось как-то выразить свою поддержку. Прежде мы сняли ролик, который отправили нашим друзьям, коллегам из Купаловского театра, который был просто разорен. Театр, который мы должны было исполнить 100 лет, он был разорен. Прекрасная команда, прекрасный артист. И вот они остались без дома. И первый импульс был каким-то образом присоединиться. И в самом начале мы планировали, что это будет проект как раз с Купаловским театром. Очень быстро Аруна Смартинькевич откликнулся и помог финансово все это организовать генеральный директор СБА в Литве. Но трансформировался проект. К нам приехали ребята из Беларуси, из разных театров. Кто-то действительно остался без работы, потому что свое политическое видение и понимание были уволены. Спектакль был построен на личных высказываниях артистов. Вместе с ними играют наши ребята, актеры нашего театра. Это получился очень правдивый, очень... Такой спектакль-разговор. глубокий, глубокий, мне кажется, очень нужный. Наша задача была то, что мы все переживаем, то, что в Литве каждому очень знакомо, потому что Литва, похоже, прошла 30 лет назад, оформить художественное высказывание и дальше импульс этого художественного высказывания отправить глубже в Европу, потому что если Литва очень поддерживает Белоруссию, Польша очень поддерживает Белоруссию, дальше этот импульс, эта волна гаснет, 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 гаснет. А это очень больно, потому что 200 километров от Вильнюса людей избивают, вырываются в дома, несчастья большому убивают. Это ужасно, с этим невозможно смириться. И вот от этого внутреннего импульса опять же, Владимир Львович, был тогда рядом, он репетировал спектакль «Воля», пример, который тоже состоит как только позволят условия. И я даже не помню, кто первый это предложил, может быть, это была я, сказал Владимир Львович, давайте сделаем какой-то спектакль, что-то давайте. Он сказал, давайте. И тогда я пошла по своим дорожкам финансово-организационным, а он пошел по своим дорожкам художественно-организационным и родился этот спектакль. И я очень рада, что он родился. Можно было промолчать, можно было не сделать. Это была бы утерянная возможность, а вот с этим никогда не могу смириться, когда есть возможность ее не использовать. Мне прям так внутри, знаете, так щекочет. Как же не сделать, когда можно сделать? То есть вы проявили, в общем, и профессиональную солидарность по отношению к людям нашей профессии из Беларуси, и чисто человеческую солидарность с теми, кто попал в эту вот очень сложную и трагическую даже ситуацию. Ольга, значит, это воскресенье, 16.30, будет на Ютьюбе вашего канала, на Ютьюбе канале вашего театра. Это русский драматический театр Литвы. Руссу, драму, театр Литвова. Да, 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 спасибо большое, что вы уже знаете. Да, 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 вот все ищите, спасибо, Ольга, вам большое, удачи, чтобы все у вас, все премьеры запланированные случились, чтобы вы начали играть опять то, что спланировали, сыграли несколько раз и убрали до лучших времен, чтобы у актеров была работа, чтобы вырастить новых и прекрасных звезд своих, ну и чтобы был зритель, самое главное. Спасибо большое, очень ждем вас, как только откроемся, очень ждем вас в гости. Приедем и потом будем рассказывать. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, всем большой привет в вашем театре, всего вам доброго. До свидания.